Здравствуйте! В этот дождливый вечер четверга выходит в эфир программа «Сканер» с хроникой происшествий в студии Максим Ивановский и сегодня мы вам покажем. Пожары и дожди. Долгождавные ливни немного выровняли пожарную ситуацию в области. И снова и опять возбуждено очередное уголовное дело, связанное с многомиллионными растратами на космодроме. С дороги на газон машины после столкновения улетели кто в забор, кто в стол. Всего за сутки в городе произошло 20 ДТП. Давно так не радовались амурчане дождю, как сейчас. Осадки обрушились почти на всей территории области. Как знать, может молебны помогли. Со вчерашнего дня в храмов, а они с посланий дождя молятся. Но так или иначе, ливни пошли. К тому же с неба на горящую землю было целенаправленно вылета более 200 тонн воды. Это самолеты-амфибии и вертолет Ми-8 постарались. В общем, на сегодняшний день пожарная ситуация в области немного выправилась. Но режим чрезвычайной ситуации в области продолжает действовать. Сегодня с утра группировка вся, которая находится на территории Мурской области, вышла в районы лесных пожаров. Встали на кромку, проходят сейчас по кромочке, чтобы в течение сегодняшнего дня, где дождь хорошо пролил, где недостаточно, прошли по кромке, дотушили не потухшие еще участки пожаров. Группировка, которая действует в области, насчитывает более полутора тысяч человек и 300 единиц техники. Очередное космическое уголовное дело. В особо крупной растрате подозревается руководитель коммерческой организации. Фирма выполняла строительные работы на космодроме «Восточный». Предварительно установлено, что в 2014 году были заключены договоры подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объектах космодрома. Во исполнение данных договоров организация-заказчик перечислила аванс на расчетный счет организации. По предварительным данным из перечисленных денежных средств, руководитель данного коммерческого предприятия более 76 миллионов рублей потратил на погашение кредитных обязательств. Таким образом, злоумышленник похитил денежные средства заказчика путем растраты в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье «Растрата чужого имущества, веренного виновному, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание по закону – лишение свободы на 10 лет и штраф в миллион рублей. Ну а прямо сейчас об авариях минувших суток. Расскажем о тех ДТП, на местах которых работала наша съемочная группа. К слову, хроника сегодня получилась какая-то романтичная. Подзвон капель дождя на разбитом металле. Осколки фарного стекла. А все потому, что именно этим боком Хонда въехала в Ниссана. Водитель Торнео не успел затормозить, когда на впереди идущем авто загорелись красные стопы. Шофер Тина сбросил скорость перед другими машинами и тут же получил удар сзади. В итоге у Торнео разбит правый угол вместе с фарой, а у Тина царапины и сколы на заднем бампере. Авария произошла на улице Ленина, на подъезде к Шевченко. Очень так смачно воткнулись друг в друга легковушка и микроавтобус. Происшествием отметился перекресток улиц Чиковского-Амурская. Как водится в подобных случаях, каждый из автомобилистов настаивает на своей правоте. Водитель Таунайса говорит, что заворачивал налево уже чуть ли не на красный сигнал светофора, то есть завершал маневр. А рулевой легковушки, мол, поспешил выкатиться на перекресток. Однако шофер Корона уверяет автоинспекторов, что не спешил он никуда, ехал, как полагается, на зеленый. А вот водитель микроавтобуса его не пропустил. В общем, виновника аварии будут устанавливать специалисты. Фингал под левой фарой поставили сирене. Автомобильную даму ударила соседка. Управляющий желтой альмеры не посмотрел в зеркало заднего вида. И так отчаянно стартанул с места, что прямиком угодил в сирену. В итоге невиновной придется полностью менять бампер, а виновнику только заполировать царапинки. Столкновение на парковке произошло около 157-го дома по улице Заводской. Жесткий удар прогремел на улице Зейской между Калининой и Богданом Хмельницкого. Сразу оговоримся, что несмотря на серьезнейшие автомобильные повреждения, в ДТП обошлось без пострадавших. По словам водителя Саксида, он решил развернуться. Для этого перестроился в левый ряд, включил поворотник и пошел на маневр. Я разворачивался, а он меня сзади ударил на свечной полосе. Однако шофер Крауна говорит о другом. По его версии, водитель универсала начал разворачиваться от обочины. Да и к тому же, прямо у него перед капотом. От удара оба автомобиля покинули пределы дороги. Саксид прямиком устремился в бетонный столб, а Краун, пролетев между деревьев, уткнулся в железный забор. Ночь, дождь, обочина. Около 20-го дома по улице Чайковского водитель Тииды не увидел белый багажник Алиона. Тойота находилась в парковочном режиме вдоль проезжей части. Прямо впритык колесами к бордюру стояла. Водитель же Ниссана катился по проезжей части в правом ряду. И то ли шофер на секунду отвлекся, то ли дождь залил лобовое стекло. Но в общем стоящего Алиона рулевой Тииды не увидел. Столкновение получилось довольно-таки сильным. Машинам придется пройти усиленный курс лечения в автомастерских. Разыскиваются очевидцы аварии. ДТП случилось 6 мая в обед напротив 31-го здания по улице Богдана Хмельницкого. Участники Тойота Спасио и Тойота Прогресс. Если вы видели, как произошло столкновение, просьба позвонить по указанному номеру телефона. Ну и напоследок. Если вы становитесь свидетелем каких-либо происшествий, не забудьте вызвать сканер. Наш телефон работает круглосуточно и в дожди тоже в 50-12-12. Ну а на сегодня это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Сканер Альфа ТВ РУ